Казанский храм села Срезнево Шиловского района, построенный в 1903 году, пережил революцию годы воинствующего атеизма и забвения. Но люди тянулись сюда живым потоком, несмотря ни на что. Главная святыня храма – чудотворная икона Божьей Матери с поручницей грешных. В день пожара 22 февраля именно к этому образу обратились за помощью. Священники с иконой совершили крестный ход. И самое интересное, даже не повредился иконостас. Самые большие повреждения на крыше. Она сгорела полностью. Первыми возгорания увидели местные жители. Именно они забили тревогу и вызвали пожарных, которые, по словам очевидцев, приехали оперативно и быстро ликвидировали возгорание. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание обрешетки кровли малого купола размером 64 квадратных метров. После этого к месту пожара были вызваны дополнительные силы и средства. Всего в ликвидации пожара участвовало 4 автоцистерны пожарных и 2 коленчатых подъемника. Благодаря действиям пожарных, а также прихожан и служителям церкви удалось пожар в ближайшее время ликвидировать. Для верующих главное, что была спасена икона с поручницы грешных и мощи святых. Там были иконы, вот эта особенность святыня, эта поручница грешных, она была вынесена, то есть сразу батюшки это все вынесли вокруг иконы, обошли вокруг храма. Потом там еще есть мощи Святой Анны, вот эти мощи перенесли там рядом музей находится, то есть музей среднего и средневских святых. То есть мощи перенесли в музей, ну и вообще все иконы, все там перенесены были. Сейчас причина пожара и сумма ущерба уточняются. Теперь у священников работы значительно прибавилось. Сейчас идут подготовительные работы. Сейчас разбирать начнем этот иконостас. Сейчас, завтра мы едем в епархию для того, чтобы с Архерем обсудить смерть, обсудить ремонтные работы, обсудить кто, где, откуда, как будем брать финансы. По словам священника Григория Рогожкина, полностью восстановить храм планируют к 11 июня. Именно в этот день верующие вспоминают икону с поручниц у грешных. А пока службы будут идти в Покровском пределе, расположенном на втором ярусе колокольни. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».